Здравствуйте! В эфире канала «Россия» итоговая информационная программа «События недели». В Министерстве сельского хозяйства Карачаева-Черкесии состоялось внеочередное совещание. Причиной его проведения стал вопрос, прозвучавший во время прямого эфира с главой республики Рашидом Темрезовым. Альбина Ламкова напомнит автора вопроса, в чем была его суть, а еще расскажет, кто стал участником встречи. Здравствуйте! Говорите, вы в эфире. Здравствуйте, Старик Ильич! Я бы хотел попросить вас, я житель Усть-Учинского района, села Интерхач, занимаюсь овцеводством, и нынешний, ну, сейчас некуда сдавать ягнят, и вообще невыгодно. Сможете помочь по этому вопросу? Вот меня сейчас слышит министр сельского хозяйства республики, Альбина Ламкова, я думаю, что он вас пригласит, сам лично с вами пообщается на эту тему. Это фрагмент недавней прямой линии на нашем канале с главой республики Рашидом Темрезовым. Бесла Найбазов – фермер. Суть в том, что у него уже более 200 голов овец. Планируют развивать хозяйство и есть препятствия с реализацией мяса. В тот день на конференц-связи присутствовал и министр сельского хозяйства республики. Говоря о проблеме фермера, глава региона напомнила об открытии в Корчаево-Черкесии одного из самых крупных в России производства по убои и переработке баранины – инвестор группа компаний «Домоте», куда их можно сдать мясо по рыночной цене. Также во время прямой линии Рашид Темрезов заверил Бесла Найбазова о скорой встрече с министром Анзором Баташевым. Прошла всего неделя и встреча состоялась. На эту тему провели совещание с участием сельхозтоваропроизводителей, представителей ветеринарной службы и Россельхозбанка. К сожалению, проблема с реализацией мяса ранее в республике была, но этот вопрос уже начинает решаться, отметил Анзор Баташев. Нынешняя ситуация у нас благоприятная, «Домоте» уже работает. Хотелось отметить, что Минэком России разработано и развитие овцеводства в СКФО. Программа отдельная. Только для СКФО будут предусмотрены денежные средства в размере 40 миллиардов рублей до конца 2030 года. Реализация программы будет осуществляться с 2024 года. Представитель инвестора группы компании «Домоте» рассказал, какую серьезную и существенную работу по результатам реконструкции уже провели и собираются осуществлять в дальнейшем. Сейчас мощность завода за час позволяет перерабатывать мелкорогатый скот, а это 300 голов в час. Крупного за это же время обрабатывают 10. Наша модернизация не останавливается. В ближайшее время будет также продолжен второй этап реконструкции. Он подразумевается под собой до оснащения оборудованием и, соответственно, частичной автоматизации процессов. Цель предприятия – производить качественный продукт, отметил Харон Гидеев. А для этого необходимо сырье достойного уровня. А еще добавил, что их ключевым партнерами считаются фермерские хозяйства. Но необходимо соблюдать ряд требований и условий для сотрудничества. Их озвучили для всех присутствующих товаропроизводителей. Биослан Айбазов – один из них. С ним Анзор Баташев провел еще и личную встречу. Встретился и был доволен, как они помогли этим вопросам. Ну, в принципе, я думаю, буду сотрудничать с фермой «Домоте». Мясо-хладобойня, которое будет принимать сырье, в том числе от наших фермеров, они ознакомили на данном совещании с условиями и требованиями. То есть были обозначены минимальные пороги веса ягнят, была обозначена цена примерная, которая меняется еженедельно. Прайс выставляют каждый понедельник. Еще Светлана Балатова отметила, что фермеры всю необходимую информацию могут найти в общем доступе через сервисную компанию «Домоте». Там же можно ознакомиться со всеми услугами, в том числе и с требованиями, предъявляемые сельхозтоваропроизводителями в реализации мяса. В итоге на совещании заверили, что все вопросы будут решаться мобильно и на месте. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Корчаево, Черкесия. И в продолжение темы. Один из вопросов прямой линии касался газоснабжения частного домовладения в Станице Исправное. В Зеленчугском районе вместе с представителями Минпромторга и газораспределительной компании побывал наш корреспондент Артур Мхце. Жительница Станицы Исправное Нина Михайловна больше 50 лет своей жизни посвятила строительной сфере. Возможно, поэтому научилась всё делать для дома своими руками. Да и обстоятельства обязывают не особо рассчитывать на других. Так, водоснабжение на улицу Боевую поступает в бочках по 500 рублей за ёмкость. Установленный во дворе бассейн с насосом позволяет создать некое подобие комфорта. В периоды холодов, правда, забот значительно больше. Из-за финансовых трудностей газификация обошла её дом стороной. Поэтому помещения пока отапливаются с помощью буржуйки. Именно вот этот дом, как я поставила, вот отопляемся только этим. Заявление давала на этот, ну, что-то тянулось, тянулось с этим стояком. Обратилась на прямую линию к нашему президенту нашей республики. Ну, быстренько приехали, сделали, спасибо. Это и есть проект, да. Здесь всё указано, где будет эта печка, где будет газ там, то есть этот котёл. Всё это уже мне сделано, да, всё. После прямой линии с главой республики региональному Минпромторгу было дано поручение проконтролировать сроки выполнения работ по подводу коммуникации к участку Нины Кромицыной. Согласно договору, свои обязательства в части доведения газопровода до границ земельного участка наша компания должна исполнить не позднее 8 февраля 2023 года. Несмотря на это, как только было завершено проектирование, мы приступили к строительно-монтажным работам. На сегодня газопровод ВОД построен. По словам представителя газораспределительной компании, домовладение будет подключено к голубому топливу, как только внутри строения проведут необходимые коммуникации и установят оборудование. До недавнего времени большая часть работ и их финансовое обеспечение ложились на плечи самого собственника. Теперь услуга стала доступной почти каждому. В чем особенность именно социальной догазификации, безусловно, это хорошее подспорье, потому что раньше бесплатно за счет государства строился только межпоселковый газопровод. На сегодняшний день и внутри населенного пункта, и по улицам, вплоть до границы земельного участка эта работа делается без привлечения денежных средств граждан. Что касается Нины Михайловны, скорость подведения газа к ее домовладению теперь зависит только от самой женщины. На руках уже имеется проектное решение, осталось определиться с подрядчиком и за дело. И тогда ей уже не придется заниматься заготовкой дров в прок. Быть может, появится время, чтобы взяться за более доступное водоснабжение. Артур Махцелий Бастанов, Вести Корчаев-Черкесия, Зеленчукский район. Выплата детских пособий своевременно. Данную тему подняли во время прямого эфира главы республики Рашида Тимрезова. Так есть ли конкретная дата выплат детских пособий? В этом году порядок и сроки выплат немного изменили. Родители получают соцспособие напрямую из Фонда социального страхования и Пенсионного фонда России. Дата выплаты зависит от категории пособия и сроков предоставления необходимых документов. В какие же числа перечисляют детские пособия, узнавала Альбина Курочинова-Кенжева. На недавней прямой линии с главой республики поступил вопрос от многодетной мамочки, жительницы Усть-Джугуты Фатимы Дудовой, по дате выплаты детских пособий. Вопрос, почему задерживается финансирование детских пособий? Просьба главе республики установить фиксированный период получения детских пособий в определенный день, либо в строго определенные числа месяца. Ну, насколько я понимаю, задержек у нас нету, есть определенное время установлено. Я бы хотел, чтобы прокомментировали коллеги из правительства. Задолженности перед семьями с детьми у нас нет. В настоящее время мы в этом месте ждем дополнительные средства из резервного фонда правительства Российской Федерации. На споряжение призраком правительства Российской Федерации подписано. В ближайшее время средства мы получим, профинансируем и доложим вам. В Министерстве труда и социального развития министр сообщил, никаких задержек по выплате не имеется. Все социальные пособия поступают в срок до 26 числа каждого месяца. В соответствии с поручением главы Карачао-Черкесской республики Рашида Борисбевича Тимрезова, все выплаты осуществляются в соответствии с нормативно-правовыми актами в течение месяца без задержек и задолженности. Я хотел бы довести до всех мамочек наших телезрителей, что ни в одном субъекте на сегодняшний день фиксировано даты назначения, выплат нет. Специально я сегодня еще раз, очередной раз обратился к своим коллегам, министрам соседних субъектов, к министру республики Адыгея, Ставропольского края, к обратилам Балкарии и Северной Осетии Алания. Они тоже подтвердили, что, к сожалению, несмотря на многочисленные обращения, установить одну дату назначения и отчувление выплат не получается. К примеру, Адыгея платит к 25 числу, Осетия к 22, Кабардино-Балкарская республика с 10 числа текущего месяца до последнего дня месяца. Все выплаты произведутся до конца недели, заверили в министерстве. Вся необходимая работа в настоящее время ведется. Мы считаем, что завтра, посезавтра, мы денежные средства направим в муниципальное образование. До конца недели все получатели, все семьи с детьми получат оставшиеся выплаты. Альбина Курочинова-Кенжева, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаева, Черкесия. Сейчас реклама, после продолжим. Майонез Байсад. Мы не стремимся к экологичности. Мы ее определяем. Майонез Байсад. Проверено. Экологически чистый продукт. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. Торговый центр «Смирнов Мебель» представляет ведущие бренды России, Белоруссии, Турции, Азии. Огромный выбор, высокое качество и цены вас непременно порадуют. Примите наши поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством. С удовольствием дарим вам реальные скидки 15 и 30%. Ждем вас по адресу Черкесск, улица Энтузиастов, 21. Скидки действуют до 14 января. Подробности у продавцов торгового центра. Новая долгожданная коллекция шуб от компании «Вятские меха». Рассрочка без переплаты и первого взноса. Кавказская 42. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкеск. 585 «Золотой» – лучший момент сейчас. Сейчас скидка до 70%. Золотой подвес с бриллиантом и изумрудом – всего от 4680 рублей. Лучший момент сейчас. 585 «Золотой». Без налогов нет государства. Именно от налогов зависит вся жизнедеятельность страны. Качество исполнения обязанностей государства, в том числе перед своими гражданами, напрямую зависит от своевременно уплаченных нами налогов. Сделать свой вклад в развитие страны просто. Начни с уплаты налогов. Как не стать жертвой мошенников? Вам позвонили, прислали СМС с неизвестного номера с просьбой о помощи близкому человеку. Не впадайте в панику. Не торопитесь предпринимать действий по инструкциям неизвестных людей. В разговоре задавайте вопросы личного характера, помогающие обличить мошенника. Под любым предлогом постарайтесь прервать контакт с собеседником, перезвоните родным и узнайте, все ли у них в порядке. Вам позвонили, прислали СМС из банка или госоргана с неизвестного номера. Не торопитесь действовать по инструкциям звонящего. Не сообщайте персональные данные неизвестным лицам, кем бы они ни представлялись. Проверьте информацию, позвонив в организацию. Вам прислали ММС или ссылку с неизвестного номера. Не открывайте вложенные файлы. Не переходите по ссылкам. Удалите подозрительное сообщение. Не устанавливайте приложение из непроверенных источников. Пользуйтесь антивирусным программным обеспечением. Подключите бесплатную услугу StopContent. Вы заподозрили интернет-продавца в недобросовестности. Оставайтесь бдительным. Не предпринимайте поспешных решений и при первых же подозрениях откажитесь от сделки. Встречайтесь с продавцом в общественном месте, так как это наиболее безопасный способ совершения покупки. Передавайте деньги незнакомому продавцу только лично в руки. Никогда не переводите деньги незнакомым лицам в качестве предоплаты и не сообщайте дополнительные данные банковских карт. Вас просят воспользоваться вашим мобильным телефоном для срочного звонка. Убедитесь в добропорядочности обратившегося за помощью. В противном случае под любым предлогом откажите в просьбе. Не отдавайте телефон, если к вам обратились в темном или безлюдном месте. Наберите необходимый номер телефона и только после этого передавайте трубку. Следите за действиями звонящего. Не позволяйте заходить в меню телефона «Отправлять СМС». Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. Начал работу новый кадровый центр «Работа России», сформированный на базе Центра занятости населения Черкесска. Модернизация проводится в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Основная задача модернизации службы занятости – обеспечить равную доступность и повысить качество услуг. С открытия кадрового центра репортаж Аллы Динаевой. Обновленный центр занятости встречает посетителей и гостей в просторном зале, где был проведен капитальный ремонт в едином стиле, утвержденном Министерством труда и социальной защиты России. Заместитель председателя правительства Крачево-Черкесии Ирина Гербекова приехала разделить радость сотрудников центра занятости Черкесска и отметила, что это самый крупный центр в республике. И поэтому на вас ложится основная нагрузка. И очень приятно, что в таких современных условиях вы будете теперь работать, добавила Ирина Дешаовна. Поздравляем нас всех с тем, что у нас сегодня такое приятное событие открывает современный центр. Это новый стиль работы, это модернизация всей службы, о которой уже было сказано. И в том числе это реализация национального проекта «Демография». То есть мы исполняем поручения президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Это национальные проекты в действии. Модернизация этой службы в современных условиях – это очень важное обстоятельство, которое поможет жителям нашей республики решить какие-то свои жизненные ситуации, найти новую работу, пройти какое-то переобучение, подобрать для себя новые форматы дальнейшей жизни. О работе и новшествах модернизации кадрового центра «Работа России» собравшимся рассказала начальник одного из отделов Елена Жадькова. Услуги у нас оказываются по принципу одного окна. Помещение разделено на зоны для приема граждан. Посетителям специалисты центра занятости помогут в поиске работы, предложат профессиональное обучение, а также пригласят на ярмарки вакансии и другие мероприятия. В настоящее время взаимодействие специалистов службы занятости с гражданами и работодателями осуществляется на единой цифровой платформе «Работа России». Наша служба станет персональным консультантом для каждого, говорили выступающие. Заместителя, председателя правительства и журналистов республиканских средств массовой информации ознакомили с работой всех отделов. Рассказали и о сегодняшней ситуации на рынке труда. На сегодняшний день в Центр занятости населения по городу Черкесску обратилось более 3,5 тысяч человек за поиском в подходящей работе. На сегодняшний день в качестве безработных зарегистрировано 290 человек. Эти граждане состоят на учете, находятся в активном поиске работы, получают пособие по безработице. Вакансии заявлено работодателями более 900. То есть это свободные рабочие места, на которые граждане могут трудоустроиться. Востребованными остаются работники сферы образования, медицины и рабочие профессии. В обновленном кадровом центре посетители могут получить как помощь в трудоустройстве, так и освоить новую профессию. А основная задача сотрудников Центра занятости, как и прежде, одна – трудоустроить и сделать так, чтобы довольными остались и работник, и работодатель. Аладдинаева, Расул Бердзиев, Вести, Карачаево-Черкесии. Отныне главная улица села Дружба, улица 50 лет Октября, будет носить имя Кадия Духовного управления мусульман Карачаева-Черкесии Ибрагима Хаджи Качиева. Исполнилось два года, как не стало известного в республике, и далеко за ее пределами имама, наставника тысяч людей. На открытие улицы Ярки собрались от насельчане Ибрагима Хаджи, представители власти, духовенства, гости из городов и районов. Алла Качиева подробнее. Кадия Духовного управления мусульман Карачаева-Черкесии Ибрагим Хаджи Качиев обладал непререкаемым авторитетом, объединял людей. К нему прислушивались, спрашивали совет как молодые, так и люди старшего поколения. Мудрый, добрый, благородный имам села Дружба Ибрагим Хаджи за свою жизнь помог сотням, а то и тысячам людей. К примеру, с его помощью жилье обрели более 57 республики. Каждый раз, когда к нему обращались, каждый раз, когда ему говорили, что там кто-то есть, у которых дома сгорели, есть у которых дома под снос пошли, он первым туда приходил. Нам, честно, если сказать, что его не хватает, вот, ну, я тоже какое-то иное количество прожил, но в любом случае, ну, после отца я, наверное, обращался к нему со своими вопросами. Я без ответа на свои вопросы от этого человека не уходил. «Совершенствуй нрав и познаешь Господа» – эти слова стали жизненным девизом самого Ибрагима Хаджи Качиева, а также наставлением имама для сотен соратников по вере. Они высечены на арке, установленной при въезде в село Дружба, и которая стала еще одной достопримечательностью Прикубанского района. Центральная улица населенного пункта впредь будет носить имя Ибрагима Хаджи Качиева. От имени главы Карачева-Черкесии к собравшимся обратился первый заместитель председателя правительства республики Хазарчик Куев. Сказал, что не просто был моим другом Ибрагим Хаджи, он был для меня большим человеком, который давал много советов, которые помогают и по сей день. Прошло два года, как не стало Ибрагима Хаджи Качиева, который стоял у истоков возрождения ислама в республике. Более сорока лет был имамом села Дружба. Но слова духовного лидера «Добрые деяния» долгие годы будут в памяти людской и достойным примером для подражания. Алла Качиева, Расул Бердиев, Вести Карачева-Черкесия, Прикубанский район. На базе Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Черкесска прошел патриотический форум «Кавказ за наших». В рамках мероприятия состоялись состязания по военно-прикладному спорту по семи различным направлениям. В соревнованиях участвовали школьники со всех районов республики. На военно-патриотическом форуме побывал и Алихан Лепшоков. Каждый участник данного состязания приобрел для себя множество полезных навыков и знаний. В рамках военно-патриотического форума «Кавказ за наших» школьники из разных районов республики проявили себя в военном прикладном спорте. Сборка и разборка автомата, снаряжение магазина оружия патронами на время, скоростная стрельба из пневматической винтовки и шахматный турнир «Быстрые шахматы». Поздравляю всех победителей. Заместитель председателя правительства Карачаева Черкесии Дмитрий Бугаев отметил важность подобных соревнований для популяризации этих видов спорта и патриотического воспитания молодежи. Программа центра будет очень насыщенная. Хотел бы поблагодарить районы за возможность участия. На самом деле здесь, в республике, создан, наверное, первый такой центр, который будет заниматься конкретно патриотическим воспитанием молодежи. Мы очень благодарны главе республики, что в юбилейный год столетний мы его открыли преждевременно. В соответствии с указом президента он должен был быть открыт до конца 2024 года. Но по решению главы мы открыли в год столетия. Победителей призеров поздравили, наградили кубками и медалями представителей ДОСААФ, Республиканского военкомата, члены регионального отделения офицеры России. Министр по делам молодежи Карачаева Черкесии Ибрагим Татаркулов поздравил всех виновников торжества и пожелал им дальнейших успехов. Данное направление, данное учреждение в 2022, 3, 4, 5 будет реализовывать огромное количество социально значимых, важных мероприятий. С огромным удовольствием будем рады вас видеть в каждом из них. Мы с огромным удовольствием будем рады видеть вас в числе курсантов в 2023 году в чернометодическом военно-патриотическом центре «Авангард». Каждый вид спорта по-своему важен, и мы с особым интересом принимали участие в этих увлекательных соревнованиях, отмечают участники военно-патриотического форума. Ну, не скажу, что было легко, очень достойные даже соперники нервничали, но, как получилось, выиграли первое место. Больше интереса было к автомату, стрельбе и к магазину, к сборке-разборке магазинов. В итоге в общем командном зачете первое место заняли учащиеся лицеи-интерната из Хаберского района. Также медалями и кубками были отмечены победители по разным направлениям военно-прикладного спорта. Алихалип Шоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаева, Черкесия. Развитие спорта невозможно без усовершенствования спортивной инфраструктуры. В нашем регионе с каждым годом появляются новые фоки, спортивные площадки и секции. Так, в Черкесии состоялось торжественное открытие спортивного зала смешанных единоборств ММА, который будет функционировать на базе Индустриально-технологического колледжа. Как это было, расскажет Мадина Лайпанова. Воспитывать новых чемпионов. Именно об этом мечтает мастер спорта по панкратиону, руководитель Академии смешанных единоборств Мурат Эркенов. Накануне в Черкесии на базе Индустриально-технологического колледжа состоялось торжественное открытие нового спортзала, где теперь будут заниматься его подопечные. В церемонии приняли участие заместитель министра физической культуры и спорта Карачаева Черкесской Республики Андрей Петренко, директор Индустриально-технологического колледжа Ахмат Байрамуков и бронзовый призер Олимпийских игр Мурат Храчев. Каждый из них отметил, что появление подобных залов играет важную роль в популяризации таких видов спорта, как смешанные единоборства ММА, панкратион и грэплинг. При этом все приглашенные пожелали успехов молодому тренеру. Данный вид спорта очень активно развивается, и поэтому направление, смешанные единоборства мы всячески поддерживаем, стараемся участвовать в процессе его развития. И, конечно, нам отрадно, что уже секция только открылась, а уже такое большое количество занимающихся в этой секции. Сам тренер Мурат Иркенов – это очень отличный специалист, который уже имеет хороший опыт, хороший стаж работы. Ребята, которые попали в группы к Мурату, которые помимо того, что есть секции при университете, какие-то дополнительные занятия, может быть, это общая развивающая программа, если они попадают на программу спортивной подготовки, у них есть возможность дальше командироваться, выступать, становиться членом сборных команд Карачева Черкесской Республики, и уже дальше больше развиваться, получать звание мастеров спорта. Новая секция будет функционировать на базе отремонтированного спортивного зала Индустриально-технологического колледжа Черкеска. В последний раз ремонт здесь проводился 60 лет назад. Во многом это стало возможно при непосредственной поддержке руководства образовательного учреждения. В части этого ремонта мы заменили отопление, систему кондиционирования, освещение, создали условия для полноценной работы спортивного зала. Очень важно занять молодежь действительно полезной для себя деятельностью. А это прежде всего спорт. Это прежде всего спорт. Реализация себя в спортивных подобных клубах является вообще самозадачей для всего нашего общества. На сегодняшний день в секции уже занимаются порядка 60 человек. Набор ведется в три возрастные группы, начиная с шести лет. И практически с каждым Мурат Аркенов работает на результат. Основная работа у меня на результат. У меня несколько групп дети, потом кто на результат и кто для себя приходит. С разных учреждений тоже приходит, кто для себя тренируется. Так основная цель у меня – результат, чтобы без травм достигли результатов. Ребята с колледжа ходят и другие ребята у меня есть свои, которые уже, кто в колледже учится, уже результатов добились. Ребят, нацеленных на результат в Академии немало. Среди них и 15-летний Смаил Богатырев. Хоть и занимается он относительно недавно, юноша твердо решил пойти в профессионала ММА. А все благодаря тренеру. Мурат – очень опытный спортсмен. У него очень большой арсенал и он хороший тренер на одной волне с нами. Мурат очень хорошо постарался. Зал очень хорошо обустроен. Просто на пять с плюсом для тренировок. Все хорошо. И он расположен в центре города. И тут всем ребятам близко ездить. До этого на другом конце города просто был зал. Из-за этого было не очень, так сказать, удобно. Записаться на занятия в Академию может любой желающий, в том числе и девушке. Занятия проводятся несколько раз в неделю на базе Индустриально-технологического колледжа Черкеска. Мадина Лайпанова, Олег Молхожев, Расул Бердиев. Вести Карачаева, Черкесия. Курорт Дамбай открыл горнолыжный сезон. И в этом году он посвящен 100-летию Карачаева-Черкесии. Программа была насыщенной. Можно было полетать на воздушном шаре и встать на лыжи. Праздник, организованный для любителей активного зимнего отдыха, проходил на главном склоне Мусаачитара из Снежного Дамбая. Репортаж Ахмата Халкичева. Весьма яркой и насыщенной оказалась программа торжественного открытия нового сезона, подготовленная организаторами. Первым по горному склону парадом проехать Ратракину, а за ними был осуществлен массовый спуск, участники которого несли флаги России и Карачаевой Черкесии. Участие в красочном флэшмобе, кроме инструкторов, спасателей и сотрудников различных служб курорта, приняли еще и туристы из разных регионов нашей страны. Не забываемые впечатления туристам, предпочитающим активный зимний отдых и поклонникам горнолыжного спорта в этом сезоне обеспечат 9 трасс различной степени сложности. Из них одна зеленая, рассчитанная для начинающих. Три синих средней сложности и четыре красных из категории повышенной сложности. А для асов исключительно высокого уровня есть еще одна черная трасса. На этот год мы подготовили несколько участков таких съездов с трасс, удобных для туристов. Расширили трассы, по безопасности поработали. Мы готовы к этому году. По случаю праздника для новичков, кто впервые становится на лыжи или на сноуборд, были организованы бесплатные обучающие мастер-классы. Снег, выпавший весьма кстати, и неописуемые виды главного кавказского хребта, открывающиеся со склона Мусаачи Тара, лишний раз убеждали в правильности своего выбора и тех, кто посещает Дамбай в первый раз. Впервые здесь удивлены красотой гор. Ты просыпаешься утром, удивительные виды, удивительный рассвет, птицы поют, снег хрустит. Все очень классно. Мы очень рады, что Дубай встретил нас в снегу. Мы очень сильно переживали, что его не будет. И это свершилось. Когда выезжали, снега вообще не было. И на день приезда выпало очень много снега. И это максимально здорово. Вот все состоялся. Все здорово. А пока ничего не слышали? Да. И открытие сезона совершилось вообще на 100%. Очень классно, позитивно. По уже сложившейся традиции последних лет, Минтуризм республики прогнозирует значительный рост туристического потока и в этом сезоне. Ну а наши курорты, в свою очередь, подготовились с учетом всех статистических данных и профессиональных прогнозов. Расширены штаты инструкторского состава, лыжных патрулей и спасательных служб. Стоит отметить, что ежегодное количество туристов в Карачаево-Чешкесскую республику растет. В прошлом году это был 1,749,000 человек. Это 2021 год. В 2022 году будет увеличение количества. Ожидается увеличение количества на 1,9000,000 туристов. И зимний сезон обещает быть самым насыщенным. Стоит отметить, что когда делалась статистика по наполненности курорта туристами на новогодние каникулы, на 95-98% были заняты уже все гостиницы. Ну а те, кому мало адреналина на горных склонах, за острыми ощущениями отправлялись на воздушном шаре. Вот и состоялось открытие нового сезона. В этом году, помимо активных горнолыжных видов спорта, туристов ждут еще и всевозможные виды воздушных развлечений, которые обеспечат специалисты высокой квалификации Федерации по воздухоплаванию Карачаевой Черкесии. Ахмат Халкичев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Сдамбайского неба. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова «Экологически чистый продукт». Новая долгожданная коллекция шуб от компании «Вятские меха». Рассрочка без переплаты и первого взноса. Кавказская 42. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкесск. 585 «Золотой» – лучший момент сейчас. Сейчас скидка до 70%. Золотые серьги с бриллиантами и изумрудами. Всего от 10 680 рублей. Лучший момент сейчас. 585 «Золотой». Леша практически сразу пошел в военкомат, потому что понимает, что это важная задача защиты Родины. Он там, мы с дочкой здесь. Очень тяжело было. Но потом я узнала, как помогают семьи мобилизованных. И поняла, что в такие моменты, как никогда, важно быть вместе. Волонтерские штабы «Мы вместе» работают по всей территории страны. Вы можете внести свой вклад в общее дело любым удобным для вас способом. Как не стать жертвой мошенников? Вы заподозрили интернет-продавца в недобросовестности. Оставайтесь бдительным. Не предпринимайте поспешных решений. И при первых же подозрениях откажитесь от сделки. Встречайтесь с продавцом в общественном месте, так как это наиболее безопасный способ совершения покупки. Никогда не переводите деньги незнакомым лицам в качестве предоплаты. И не сообщайте дополнительные данные банковских карт. Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию.